Детские новости В студии Данила и Никиты Васильевы Сегодня мы и наши помощники, юные журналисты Будем подводить итоги мая Расскажем о самых ярких мероприятиях Дня Победы Познакомимся с участниками и гостями фестиваля Волжские встречи Попробуем выяснить, кто такие депутаты Как быстро пролетело время Закончился учебный год Для учеников 11 классов прозвенел последний звонок Впереди у них сложная пора Экзамены, поступления в университет Ну а теперь отправляемся в прошлое Каждый год в начале мая В нашей республике проходит фестиваль Юношеских средств массовой информации Волжские встречи На него со всей России приезжают юные журналисты Многие ребята думают, что журналисты Это те люди, которые делают журналы Но это не совсем так Журналисты добывают информацию и передают ее людям Журналисты могут работать не только в журналах, но и в газетах На радио и, конечно, на телевидении Мы с Данилой тоже журналисты И с удовольствием посмотрим с вами следующий сюжет Юношеские встречи 26 начались Кокорин приехал И не только Кокорин К нам в Чебоксар приехали десятки знаменитых актеров Телеведущих, журналистов и фотографов В первый день работы в фестивале Они отправились проводить мастер-классы В пятую Чебоксарскую гимназию В детстве Иван Кокорин думал, что актеры Это люди с другой планеты Поэтому сейчас он не устает повторять ребятам Добиться успеха может каждый Просто одно желание Желание трудиться и быть лучше А начинается все с уверенного поведения Жестов и поз Очень хорошо, когда работают руки Давайте сделаем такой жест Он очень хороший для ораторского мастерства Мы все вместе Как будто земной шар Мы все вместе В это время за Волгой в лагере Росинка Осваивались приезжие участники фестиваля Кто-то первым делом побежал купаться Кто-то наводил красоту Родители-то далеко Ну а кто-то прилежно учился Итак, посмотрим программу фестиваля 4 часа мастер-класс Школьный интернет-форум 4 часа мастер-класс По актерскому мастерству 4 часа мастер-класс Как получить хорошую фотографию 4 часа мастер-класс По журналистике Ну просто разорваться можно Заглянем на мастер-класс Василия Карельского Академика Евразийской академии телевидения Он точно знает, как заставить зрителей смотреть твою программу Ведущий должен быть всегда несколько на драйве Он должен быть вот-вот-вот И все, что я сейчас говорю, это самое важное Это самое интересное Только здесь, и только у нас И только на нашем канале Не приключайтесь Именно Василий Карельский оценивал работу юных журналистов Город Чебоксары на фестивале представляли ребята из студии Куча Мала И наши детские новости Акилбупсер Вы всегда стремитесь быть необычными, креативными, интересными Это хорошо, но... Но оказалось довольно много Название Акилбупсер трудно выговаривается И сюжеты мы делаем слишком длинные Современный мир живет в другом темпе Дети из года в год меняются, да Вот все вот эти вот социальные сети Их тоже меняют Клиповое мышление Очень быстро надо доносить свою информацию И порой наши уже стариковские длинные какие-то объемы информации Которые мы хотим донести, они уже не подходят Клип Быстро-быстро-быстро Сказал-показал Сказал-рассказал Сказал-показал еще Если есть возможность показать, так это вообще здорово И я понимаю, что все к этому идет Именно поэтому постоянно включается камера Потому что проще показать, чем на пальцах объяснить, как это было Я беру и говорю О, а у меня, кстати, с собой есть этот кусочек Давайте я вам покажу Один из самых необычных уроков Мастер-класс по гриму Художница Марина Рязанцева Показала, как за считанные минуты превратить девочку в речка Чем старше человек, тем жидкость из него уходит Появляются мимические морщины около глаз Морщины на лбу Носогубные складки Опускаются в луку На шее появляются морщинки На руках Марина гримирует аксер в киножурнала «Яролаж» На наших глазах родился еще один яркий образ Фестиваль «Волжские встречи» проходит в Чебоксарах уже 26 лет Попасть сюда мечтают многие ребята А те, кто побывал хоть раз, возвращаются снова и снова Ну, как всегда, три причины Это люди, дети, люди, взрослые И какая-то информация, которую можно получить Как от взрослых, так и детей В процессе общения или мастер-классов И даже когда тебе будет Лет 18, лет 20 Ты у себя в резюме сможешь написать Что «Я была слушательным фестивалем «Волжские встречи»» А это очень ценится, потому что Знания, которые вы получаете на этих форумах Они зачастую гораздо больше и интереснее Чем те знания, которые вы получаете в университетах Ну, это правда На фестиваль всегда приезжают звезды Особыми гостями этого года стали актеры Юрий и Владимир Тарсуева Исполнители главных ролей фильма «Приключения электроника» Этот фильм вышел на экран 35 лет назад Взрослые прекрасно помнят сыроежкина электроника А вот некоторые ребята не знают этих героев Я считаю, это большое упущение Были на одной детской встрече 45 минут рассказывали, как мы снимались в кино Показывали отрывки, пели какие-то песни И после уже под конец Стоят на первом ряду мальчик и говорят А это правда, что вы в кино снимались? Ну, вот это было, честно, крайне говоря, необычно Самый глупый вопрос, который задают нам не только дети Я даже вот, ну, вот интересно Вы угадать можете? Самый глупый вопрос, который нам можно задать Как вы думаете? Вы братья? Вот, вы что, братья? Вот Тут иногда даже теряюсь на что-то ответ Вообще я тоже теряюсь, как правило Ответ зависит от моего настроения в этом случае Волгские встречи – это команда профессионалов, друзей Это большая дружная семья Все наши волгские встречи Мы с вами так будем долго Как шепчет глазами вечер И как поет из сухого Все наши волгские встречи Мы так готовим на волге Все наши волгские встречи Мы не вперед, а запомнись Самым главным событием этого мая стало празднование Дня Победы На Красной площади прошел парад военной техники Тысячи людей вступили в бессмертный полк И принесли портреты своих родных героев войны Которых, к сожалению, уже нет на этой земле Город цветов несут люди 9 мая на вечный огонь Спасибо за победу Говорим мы в этот день ветеранам Ученикам первого Д-класса 59-й школы Особенно повезло К ним в гости заглянул Петр Николаевич Степлов Ветеран Великой Отечественной войны С удовольствием посмотрел концерт И рассказал о военных годах Этот танец переносит нас в далекий 1945 год Когда все люди веселились, танцевали, радовались великой победе Но до нее надо было сначала дожить В день, когда началась война, Петр Николаевич Степлов только-только закончил школу Вопрос, куда пойти учиться, не стоял В военное училище А потом сразу на фронт Работать Протягивать и чинить кабель По которому командиры отдавали приказы Кабель все время рвется Почему рвется? Потому что бомбы рвутся Снаряды рвутся, мины рвутся И как только бомба упала Сразу кабель рвется на нескольких кусков И надо его быстро, в глубокий газ из окопа Исправлять этот кабель Сойдись Каждый день на фронте было испытание Часто кабель приходилось зажимать зубами Спал Петр Николаевич не на подушке, а на противогазе Ел совсем мало Нам дали на три дня сухой паек И сухой паек За один день мы съели И целую неделю голодный И вот у меня куриная слепота Я до этого не знал, что такое куриная слепота Пока человек ест голодный К вечеру, когда начинает темнеть Постепенно сужается, сужается Глаза не видят Абсолютно ничего не видят Он выпустил книгу о своей жизни И с удовольствием подарил ее ребятам Петр Николаевич любит встречаться со школьниками Он хочет, чтобы и мы выросли настоящими патриотами А еще герой войны поделился секретом здоровья и долголетия Надо почаще в баню ходить Мы навсегда запомним эту встречу Мир солдаты защищали Жизнь они за нас отдали Сохранить сердца свои Память светлую они Лиза Иванова, Николай Яковлев, Айкелбупсер Недавно к нам в редакцию поступил звонок Ученица 20-й школы Яна Федорова спрашивает Кто такой депутат и чем он занимается Чтобы разобраться в этом вопросе Мы пригласили в эту студию Самого настоящего депутата Андреева Александра Васильевича Здравствуйте Итак, Александр Васильевич Объясните, кто такой депутат и зачем он нужен? Ну, такой на самом деле непростой вопрос Но я постараюсь ответить Некоторые люди их называют «слуги народа» Потому что они представляют интересы людей Все депутаты И все, что в жизни у нас происходит Все это контролируется нашими людьми А люди же все не могут делать Поэтому они избирают депутатов И мы, скажем так, являемся представителями от народа во власти А все ли люди могут быть депутатами? Ну, я уверен, что абсолютно каждый может быть Но лично мое мнение Что до депутата надо все-таки всем дорасти Я иногда смотрю, что какие-то очень молодые люди хотят стать депутатами Вот Но я считаю, что депутат – это человек К которому приходят с разными проблемами Абсолютно разные люди И у него должен быть жизненный опыт Я считаю, что этот человек должен быть обязательно женатый У него должна быть семья У него должны быть дети Потому что только тогда человек становится мудрым И он может давать правильные и умные советы А с какими конкретно просьбами обращаются к вам люди? Абсолютно со всеми Вы даже не представляете Кому-то нужно детскую площадку сделать во дворе Кому-то нужно сделать автопарковку во дворе Кому-то у кого-то там, значит, отопление плохо работает Зимой очень холодно И, конечно, очень много вопросов бывает и на законодательном уровне Что вот этот закон им кажется, что не очень правильный, там приняли Иногда я, к сожалению, согласен с жителями Могу сказать, что есть несовершенные законы Но закон есть закон Я как депутат всегда людям говорю, что его нужно выполнять Приходят, чтобы помочь устроить в школу, в детский садик Есть такие разные-разные абсолютно проблемы Кому-то нужно бабушке вот клумбу во дворе разбить, помочь И мы это делаем Есть у меня помощники, волонтеры, которые мне помогают Студенты Очень много, вот, разные вопросы абсолютно Депутаты должны постоянно думать, как сделать наш город лучше А что сделали вы для того, чтобы жизнь в Чуваксарах стала интереснее, особенно детям? Вы знаете, уже больше 10 лет я являюсь депутатом в 29-й школе И на протяжении вот этих лет каждую четверть от личникам и активистам учебы вручаю стипендии Знаете, родители мне рассказывают, как дети ждут эти пусть небольшие деньги, но заслуженные деньги А чтобы это было интересно, я всегда приглашаю каких-то известных людей В нашей школе уже перебывали и космонавты, и герои России, и все спортсмены Чувашской республики Олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы И они рассказывают детям, как они достигли того или иного результата Я считаю, что это очень важно для молодежи дать правильные ориентиры в жизни Я являюсь представителем комиссии очень важной в городе по землепользованию и градостроительству Все изменения, которые происходят в городе, что-то построить, что-то убрать, что-то разбить сквер Это все принимается на нашей комиссии совместно Мы выезжаем, общаемся с людьми, рассказываем им, что это важно, чтобы здесь это что-то было И вот я считаю, что наш город такой красивый Это, конечно, заслуга тоже и руководства города, и руководства республики, но и нас, депутатов Поэтому я горжусь, что у нас такой красивый город Вы, наверное, всегда в делах и разъездах А у вас хватает времени, чтобы поиграть с детьми или погулять с ними? Ну, могу сказать, что действительно работы очень много И в бизнесе, и как депутат, прямо скажу, что не хватает Но я стараюсь расставлять правильные приоритеты в жизни Вот все-таки суббота-воскресенье я пытаюсь почти всегда уделять своим детям Потому что среди недели этого действительно сделать не могу Мы вместе ходим на тренировки, на природу выезжаем Я считаю, что для детей, вот и всей семьей выезды, они всегда запоминаются Поэтому я пытаюсь для своей семьи и для детишек, конечно, находить время Вы так уверенно, интересно и понятно все рассказываете Депутат должен быть хорошим оратором А какие советы вы можете дать ребятам? Например, как уверенно вести себя перед публикой? На уроке или конференции? Здесь, знаете, каждый, наверное, идет своим путем Я тоже вспоминаю, когда я первый раз, знаете, стал выступать Это в школе Где-то в восьмом классе я выступил перед собранием Школы с комсомольским каким-то поручением Помню, как у меня тряслись коленки Как это было трудно Но я считаю, совет такой Чаще выступать, и тогда у вас все получится Нужна практика и опыт Спасибо, нам все стало ясно Мы желаем вам воплотить в жизнь все идеи Приходите к нам в гости снова До свидания Спасибо, до свидания Часто от взрослых можно услышать Какие проблемы могут быть у вас, у детей Да самые разные Можно потерять деньги Поссориться с другом Споткнуться и разбить коленку А еще можно получить оценку, с которой не согласен Хотя и Данила Сергеев уже несколько лет занимается джидо За третью четверть по физкультуре у него вышла четверка И вот как это получилось Дело в том, что я был освобожден от уроков физкультуры По медицинским показаниям И я не только должен был сидеть и смотреть, как делают упражнения другие ученики Но и я должен был отвечать на вопросы учительницы А какие вопросы тебе задавала учительница? Кто выиграл в Олимпиаде в Сочи? Какие уж находы вы знаете? И многие другие Чтобы выяснить, имеет ли право учитель ставить оценки освобожденным Я отправилась в Министерство образования нашей республики Мы знаем, что в обязанности ученика входит получать знания, умения и навики Соответственно, если он не может по состоянию здоровья посетить урок физической культуры То есть заниматься спортом То в этом случае он должен освоить теоретические знания по этому предмету И, естественно, это необходимо сделать, находясь на уроке А учитель может задавать вопросы такому ученику и ставить оценки? Да, конечно, обязательно А физическая культура, кроме практических занятий То, что мы привыкли, это занятия спортом подразумевает и теоретические знания И когда ребенок освобожден от физической культуры У него занятия в основном приходят в теоретической форме Тем более здесь у него нужно спрашивать теоретические вопросы, прежде всего Мы заглянули в ближайшую 59-ю школу Там ученики, которые надолго освобождены от физкультуры Пишут рефераты, защищают их и получают оценку за четверть Тем, кто сидит на скамейке запасных всего лишь несколько уроков Вопросов не задают и оценок не ставят Нам не скучно так сидеть Мы смотрим, как наши друзья занимаются В интернете много форумов, где обсуждают эту тему Оказывается, некоторые учителя против того, чтобы освобожденные дети сидели в спортивном зале Вот какой случай произошел в классе Светланы Хорошиловой У меня девочка из класса, кстати, освобожденная от урока физкультуры Посидела таким образом в спортивном зале на скамеечке В результате сотрясение мозга попало мячом во время игры в волейбол Так может уж лучше пусть в библиотеке посидела или в столовой Взрослым стоит подумать об этом А мы подводим итог Учительница Данила действовала по закону И в результате он не только умеет быстро бегать Но и знает олимпийских чемпионов Пусть и на четверку Лена Егорова, Николай Яковлев, Акилбупсер Еще одна важная новость Приближается праздник День защиты детей 1 июня национальное телевидение Чувашии приглашает всех ребят Отметить первый день летних каникул И закинуть свой порфель подальше Мы уже второй год подряд будем проводить чемпионат по метанию порфелей Ура! Каникулы! Это вовсе не значит, что мы призываем вас на все лето забыть об учебе Просто хотим немного похулиганить Приходите 1 июня с порфелем на Красную площадь Закидывайте его дальше всех и получайте классные призы Соревнования пройдут в разных возрастных группах Возможность кинуть порфель будет даже у взрослых Чемпионат начнется в 11 часов Не опаздывайте! Будем веселиться и исправлять День защиты детей вместе! На сегодня это все Мы по-прежнему ждем от вас новостей Звоните нам по телефону 64 11 11 Или пишите нам ВКонтакте Программа Акил Буксер будет выходить в эфир и летом Поэтому до скорой встречи на национальном телевидении Чувашии Хорошего летнего всем настроения До свидания! Редактор субтитров А.Семкин